Всем привет, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы поговорить о новой ПТ-САУ 10 уровня FV4505 Stage 2. Все игроки уже могут оценить её на тестовом сервере. Вот и я решил опробовать новинку. Стоит отметить, что я никогда не был любителем данных агрегатов и даже FV215B183 со старым пробитием мне не нравилось. Не потому что эта машина не может гнуть, просто по стилю игра она мне категорически не подходила. И что же из себя представляет новая ПТ-шка? В целом сходство со старой FV-шкой есть. Геймплей очень похож. Тоже раздаете всем огромный урон, но и сами можете отхватить. Правда, по живучести новая FV ещё хуже. 14 мм со всех сторон башни. При этом башня стала бы хорошим домом для большой дружной британской семьи. Даже дверь сзади есть. Размер у этой башни гигантский. Похоже, она даже больше, чем у Вафли. Спрятать такую громадину – чрезвычайно сложная задача. Стоит и договорить, что любой фугасный снаряд гарантированно пробьёт такую броню. Корпус тоже не назвать надёжным. Всего 76 мм во лбу и 50 в бортах. Спасибо, хоть корпус не пробивает фугасом. Хотя кто туда будет стрелять, когда есть такой сарай в виде башни. При этом нас обделили хп. Всего-то 1850. Это крайне мало. Частенько арта будет фокусить эту ПТ-САУ. И если точно попадёт, что, конечно же, несложно сделать, учитывая размер этой машины, то, вероятнее всего, сваншотит. Огорчило то, что башня поворачивается только частично. При этом угол поворота сильно ограничен. К этому можно привыкнуть. Но мне было сложно высадывать врагов. Обзор у нас всего 390. Редко встретишь танк на 10 уровне с обзором меньше 400. Это минус. И что же нам дали взамен за такие значительные недостатки? Ну, во-первых, скорость у нас заметно выше, чем у старой ФВ. Новая ПТ-САУ бодро поворачивается и хорошо набирает скорость. В среднем едет со скоростью 27-32 км в час по ровной поверхности. Это очень даже хорошо. Действительно, если вы играли на старой ФВ-шке, то вы сразу же почувствуете разницу. Новая ПТ-САУ, несмотря на свои неприличные габариты, двигается очень даже шустро. Даже вот в этом не самом объективном тесте можно невооруженным глазом видеть, что новая ФВ-шка гораздо быстрее. Вот, например, я тут стартовал гораздо раньше, но тем не менее ФВ-4505 спокойно меня перегнал. И догнать его было уже невозможно. Орудие у нас калибра 183 мм под названием Л-4. Ну, в общем-то, то же самое, что и на старой ФВ-шке. Но отличия есть и они сразу заметны. Во-первых, вместо разброса орудия на Л-4 у нас стало 0.38. Разница не такая большая, но учитывая то, что нам наверняка часто придется стрелять издалека, чтобы хоть как-то себя обезопасить, то, думаю, улучшенная точность будет заметна. И самое важное изменение это то, что скорость сведения стала значительно лучше. Вместо 3.4 секунды стало всего 3. Для этого орудие это просто замечательно. Скорострельность стала чуть выше. Вместо двух выстрелов в минуту, новая ФВ-шка делает 2.22 выстрела в минуту. Перезаряжается примерно на 2.5 секунды быстрее, чем у ФВ-215Б. Что, конечно, идет в явный плюс. Перезарядка в районе 22 секунд. С хорошим экипажем и оборудованием. Может, еще и стабилизация стала чуть лучше. А так, остальные характеристики те же. Пробитие ББ-310 голдовым фугасом 230, альфа 1150 ББ фугасом 1750. Учитывая улучшенную точность, мне показалось, что пробить фугасом стало легче. А значит, им радость от большой альфы будет чаще. Снарядов у нас всего 12. Конечно, это немного. Углы вертикальной наводки у этой ПТС очень плохие. Пушка плохо поднимается и опускается. Что, конечно, некомфортно. Но зато из-за того, что ФВ-4505 высокая, легче стрелять из-за всяких укрытий. А также проще пробить низкие танки. Стоит это говорить что-то про маскировку, если размером наш агрегат не меньше вафелей Е100. То есть светится эта машина всегда и везде. К тому же учитывайте огромный калибр орудия. И чтобы быть в безопасности, вам придется стоять от врага на огромном расстоянии за кучей укрытий. Что, конечно, не делает из этой ПТС самую веселую машину в игре. Можно, конечно, поехать в место, где много укрытий, подождать там врага, сделать выстрел с близкого расстояния из угла, а потом спрятаться. Такая тактика, в принципе, неплохо работает на ФВшке. Но вы сами понимаете, что условия такие далеко не на каждой карте. Сразу говорю, что все характеристики, которые я сегодня упомянул, они тестовые. И есть большая вероятность, что они изменятся. Как в лучшую, так и в худшую сторону. Но, думаю, суть этой ПТС от этого не поменяется, если только разработчики вдруг не решат ей добавить барабан там с 10 снарядами и увеличить броню башни до 400 мм. Пока что, лично по мне, так новая ФВшка лучше, чем старая. Хотя, каждый, конечно, сам для себя решает. Но, по крайней мере, стрелять там с дальних дистанций на ней покомфортнее будет. Но живучесть, конечно, у ней печальнее. И на этом все, друзья. Пишите в комментариях, как вам этот агрегат. Понравился ли он вам или нет. Желаю вам всего самого наилучшего. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. До скорых встреч, друзья. Пока.